Здравствуйте! Добро пожаловать на программу «Весть Карачаева-Черкесия». События пятницы в репортажах наших корреспондентов. Сегодня в Вархызе состоялось совещание по вопросам социально-экономического развития. В нем приняли участие глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов, заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров, член республиканского правительства. Один из основных вопросов – подготовка новых предложений для включения в госпрограмму развития Северного Кавказа. Подробности Мурата Джанкиозова. За последние годы одним из ключевых для республики проектов стал туристический комплекс «Архыз». Согласно плану развития до 2025 года, планируется расширение существующих зон катания и развитие туристической деревни Дубка. Только в прошлом году, несмотря на ограничения, связанные с пандемией, курорты «Архыз» посетили почти полмиллиона туристов. На сегодняшний день «Архыз» ничем не отличается от европейских горнолыжных курортов. И та перспектива, которую вот обсудили на сегодня, она, в общем-то, достаточно обнадежища, что это, возможно, будет один из лучших курортов. Цель рабочей поездки – оценка предложений, которые инициированы регионом для включения в госпрограмму. Все они в той или иной степени проработаны республиканскими органами власти и в целом являются логичными и обоснованными. Они открывают хорошую перспективу для развития коммунальной и транспортной инфраструктуры, благоустройства, создания или модернизации объектов социальной сферы, рекреационного и туристического назначения. Ключевой темой нашего сегодняшнего совещания была не тема развития курорта «Архыз», а развития и социально-экономическое развитие Врача-Архызской республики. И все те проекты, которые мы сегодня делаем при поддержке институтов развития, которые сегодня курируют Министерство экономического развития Российской Федерации, мы отмечаем достаточно большую эффективность их. Это и создание рабочих мест, это и налоговые поступления. Но что еще очень важно, Сергей Макажев, сегодня очень глубоко все вопросы поднял, и в том числе это и незавершенные объекты капитального строительства. Это наши объекты, которые есть поручения президента Российской Федерации, председателя правительства. Ну и объекты социальной инженерной инфраструктуры. Ну и заручились поддержкой сегодня в выделении дополнительной финансовой помощи еще и наших местных институтов развития. Это и корпорация развития, это фонд микрофинансирования и так далее. На совещании стороны обсудили в том числе перспективы развития потенциала, а также бюджетные показатели, заложенные программой развития СКФО. Как отметили участники встречи, перед республикой стоят важные экономические задачи, для реализации которых необходим двусторонний конструктивный диалог. Мурат Шанкёзов, Алибастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Сегодня день Конституции Карачаева-Черкесии. С 25-летием образования главного документа жители поздравляют глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов и председателя Народного собрания Александр Иванов. Дата 5 марта 1996 года, навсегда вписанная в историю нашей Родины, стала символом стабильности, реализации собственного потенциала и укрепления. Главный документ нашей республики уже четверть века объединяет в себе опыт развития отечественного права и федеративных отношений в стране, учитывает особенности и национальные интересы жителей Карачаева-Черкесии, обеспечил прочную правовую основу для формирования и функционирования органов госвласти, институтов гражданского общества, системы местного самоуправления, проведения последовательной экономической и социальной политики. Поправки в Конституцию России, поддержанные в минувшем году, гражданами на референдуме закрепили существующие социальные гарантии россиян. Они дополнительно защищают институт семьи, создают условия для достойного воспитания детей в семье, оберегают историческую память, сохраняют окружающую среду. Сегодня, опираясь на конституционные нормы и положения, успешно решаются задачи проразработки и реализации законов, направленных на эффективную работу по повышению качества жизни населения республики, защите прав и интересов ее жителей. И вести из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 32 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших составило 19 224 человека, из них 17 513 выздоровели, 248 госпитализированы. Ну а сейчас время прогноза погоды. Слово нашим синоптикам. В Карачаево-Черкесии без осадков ветер западный 7-12 метров в секунду. Порывы до 15-20, днем в горах до 28. Температура ночи минус 3 плюс 2, в горах до 8 градусов мороза, днем плюс 11-16. В горах местами плюс 5, плюс 10. В Черкесии без осадков ветер западный 7-12 метров в секунду. Температура ночи 0 плюс 2, днем 14-16 градусов тепла. Праздничная мега-акция в Вятских мехах. Скидки до 50%. При покупке шубы куртка в подарок. Успей до 8 марта включительно. ТЦ Панорама, первый этаж. Весна будет чудесной. С Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru Или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Это «Большие вести». В прямом эфире мы продолжаем. Новые форматы туризма на курортах Крачева-Черкесии, как улучшит легендарное кавказское гостеприимство и что не хватает гостиничному сервису республики. Вызовы и тренды современного туристического пласта обсуждали с конференцией Хорека, которая прошла на всесезонном курорте Архыз. Профессиональное мнение экспертов и потребительско-отдыхающих сравнила Фатима Даурова. Модератор конференции Хорека «Инфраструктура региона, тренды и вызовы 2021» Дарья Якимова считает, что платформу для проведения выбрали целенаправленно. Крачева-Черкесия – регион, у которого есть все шансы стать одной из самых привлекательных туристических МЕК на Кавказе. Но всё, что дано природой, надо умело облачить в комфортный сервис. Пока что курортам республики не хватает профессионально выстроенного гостинично-сервисного обслуживания. Чтобы ваше кавказское гостеприимство, ваше кавказское радушие было направлено на гостей региона. Ведь это нонсенс. Кавказ – это же гостеприимный Кавказ. Казалось бы, это у нас у всех на Кавказе записано на подкорке. Но когда мы начинаем оказывать услуги, возникают вопросы. И задача организаторов конференции – очень точно скоординировать феномен кавказского гостеприимства с туристическим бизнесом и качественным предоставлением услуг. Представители индустрии гостеприимства республики в течение трёх дней осваивали основные экономические и отраслевые тренды, узнавали у столичных экспертов, какие новые форматы туризма появились и как лучше наладить привлекательность и содействовать притоку туристов. Вопросов достаточно очень много. Допустим, интересует вот именно сейчас первый вопрос этой конференции. Действительно, мы не можем никак организовать досуг наших гостей. Реально, гостям, кроме как подъёмников, особенно в зимний период, деться негде. И молодёжи деться негде. Всё это приводит к тому, что развивается там вечером. Погулять или алкоголь, или ещё-то просто побродили люди и пришли в отель, сели. Людям неинтересно. Досуговый пробел в предоставляемых услугах курортов отметил и министр культуры республики Зураба Гирбов. Вместе с коллегой по цеху, директором Черкесского театра Диной Аковой, он представил пакет предложений от учреждений культуры республики, который может охватить все возрастные категории отдыхающих. Если мы посмотрим наши курорты Архыз, Донбай, Тиберда, то увидим, что в них турист днём всегда находит, что делать. Это либо пешие прогулки, либо катание, если это зима, а вечером всегда есть пробел в его программе. Очевидно, что и наши учреждения культуры не могут пока представить себя в лучшем виде. И наши гости приезжают и видят Карачаево-Черкесию не в лучшем свете, потому что они знакомятся с её культурой, не успевают с людьми, которые здесь живут, очень близко подружиться, и впечатление о республике получается однобокое зачастую. Все возможности у театра есть для того, чтобы оказывать услуги по досуговой деятельности туристам, приезжим, те, которые посещают наши прекрасные места. И сегодня у нас хорошая возможность была именно участникам конференции показать эту презентацию. Тем временем поток туристов в «Романтике» в этом году намного больше, чем предыдущие, отмечают специалисты. Пандемия внесла свои коррективы. Отечественный туристический бизнес увеличил объёмы доходов. Судя по очередям на подъёмнике, нашему человеку уже не страшен ни вирус, ни недочёты в обслуживании. Сегмент хорика больше всего направлен на удовлетворение потребностей самого клиента, который платит не только за сам продукт, но и за сервис. И вот сейчас мы узнаем у наших туристов, довольны ли они предоставляемыми услугами и что бы им хотелось поменять. Вы довольны услугами, то, что вы здесь получаете? Да, безусловно, довольны, потому что номера здесь достаточно комфортные, погода отличная, склоны потрясающие. Мне очень здесь нравится. С точки зрения каталок мне очень всё нравится, потому что по соотношению Сочи здесь, наверное, комфортнее будет даже. С точки зрения инфраструктуры и сервиса, наверное, что надо развивать, особенно то, что касается общепита, потому что в общепите есть чему стремиться. Ну и не говорю уже о сервисе такси, который машины страшно ехать даже вызывает. Чтобы доехать до архива самой каталки, то получается машины ненадлежащие к качеству и не обслуживаются вообще. Тем не менее хочется к себе уважительного отношения и соотношения, наверное, цены и качества, потому что мы готовы платить деньги, но при этом хотели за это получить должное качество. Вкусные хачаны, аппетитный шашлык и горячий глинтвейн пока ещё держат марку гастрономических предпочтений отдыхающих. Тем не менее, если улучшить манеру подачи и качество обслуживания, наладить культурное сопровождение и эстетику, то долгожданный отдых для россиян и зарубежных гостей по качеству может дотянуться до желанных и признанных гостиничных звёзд мирового масштаба. У курортов Карачаева-Черкесии есть все предпосылки для этого. Дело остаётся за желанием принимающей стороны стать лучшей в своей сфере. В стенах Качагу открылась выставка заслуженного деятеля искусств Кубани, члена Союза художников России Петра Шевчишина с символичным названием «Карачаев в моём сердце». На полотнах изображены прекрасные пейзажи Дамбая, Тиберды, Рахыза, Махара и других живописных уголков Карачая. На выставке побывал Аслан Гирюгов. Персональные выставки именитых художников давно стали традиционными в Карачаево-Черкесском госуниверситете. Как и всегда, они проходят на базе Института культуры и искусств. Весь третий этаж украшен картинами Петра Шевчишина, который любит в своих произведениях описывать красоты нашей страны. Сегодняшнюю выставку он назвал «Карачай в моём сердце». Рассматривая картины автора, можно узнать родные края нашей прекрасной республики. Гуляя здесь, рассматривая его работы, получаешь некий заряд и бодрости. В то же время отдыхаешь душой. Это очень приятно. И редкое качество, что здесь не получается такого вот напряжения. Он с любовью к природе. И эта любовь сочится буквально с каждого полотна. Студентам Института культуры и искусств данные выставки помогают в работах. Во время создания своих произведений они опираются на опыт других мастеров. Каждый находит для себя что-то новое, что в будущем, несомненно, положительно тратится на их картинах. Моя выпускная квалификационная работа – это «Эльбрус». То есть это тесно связано непосредственно с моей дипломной. И мне очень нравится его манера письма. И смотря на эту картину, я что-то возьму и принесу свою работу. Нам очень цены такие работы, которые висят здесь, чтобы брать пример с них, полагаться на них и так далее. Для меня это непокоримый предел сейчас. Я не смогу в нынешний момент достигнуть этого уровня. Но он использует реализм в большинстве своем. То есть многие художники могут рисовать, чтобы человек не смог увидеть мазков. А есть художники, которые исключительно мазками работают. То есть, подойдя к картине, мы не сможем увидеть полную картину. А мы сможем увидеть полную картину, только отойдя от нее. А там художники используют реализм. Выставка картин Петра Шевчишина продлится до конца месяца. Любой желающий сможет постить ее и познакомиться с работами автора, который вдохновляется красотами нашей республики. Аслан Гирюгов, Рашид Тока. Вести. Карачаево. Черкесия. Карачаевск. Роза вместо жезла. Сегодня, в преддверии 8 марта, сотрудники ГИБДД провели праздничную акцию с символичным названием «Цветы для автоледи». Ахмат Халкечев продолжит. Под пристальным вниманием сотрудников госавтоинспекции не только нарушение правил безопасности дорожного движения, но и женская красота. Ну а, как известно, из всем знакомого выражения «красота спасет мир». Я думаю, что сотрудники больше получают эмоции добрых от улыбок наших автоледи, чем сами автоледи, так сказать. Каждая автоледи, как и предполагает того закон, за рулем в первую очередь является водителем автомобиля, источника повышенной опасности. И своей бдительности ни в коем случае даже на долю секунды нельзя терять. Ну а когда девушки понимали, что останавливает их не из-за нарушения, а просто хотят поблагодарить за женственность и поздравить с наступающим 8 марта, на лицах считалось естественное смущение от приятной неожиданности. Вроде бы нарушений никаких не было, я даже не подумала о празднике. Спасибо, очень удивлена, конечно, очень приятно. И вам, удачи всем. Внимания со стороны сотрудников ГИБДД в этот день не остались даже и те, кому только предстоит становиться автоледи. Наверняка вас в первый раз в жизни останавливает сотрудник ГИБДД. И вот какие впечатления? Приятные, неожиданные очень. Даже не хотелось останавливаться. Почему? Страшновато было. Ну очень приятно. Спасибо большое. Цель акции, помимо праздничного настроения у прекрасной половины участников дорожного движения, еще и формирование положительного отношения к деятельности госавтоинспекции и полиции в целом. Судя по реакции абсолютно всех автоледи, полицейским удалось достигнуть обе цели. Ахмад Алкечев, Роберт Джекутанов, Вести Карачаева, Черкесия. Такой была пятница в Карачаево-Черкесии. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Акушерка. Счастье на заказ». А я желаю приятных выходных и с наступающим праздником 8 марта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова